Всем привет-привет! Снимаю видео по запросу, как сделать макияж при помощи палетки P043 в сиреневых оттенках фирмы Flormar. Вот такой макияж весенний, девичий, свежий, красивый, для зеленых глаз идеально подходит, также для карих глаз. Если вам интересно, как я сделала этот макияж, оставайтесь вместе со мной. Я нанесла уже тональный крем, пудру сверху, потом накрасила один глаз. Сейчас я буду при вас красить второй глаз, потом нанесу румяна и нанесу помаду или блеск для губ. Опять же я наношу консилер на все веко. Тонким слоем, чтобы не размазать потом макияж. Конечно, можно наносить все это кисточкой, но мне больше нравится пальцем. Дальше я беру белый оттенок из этой палетки и наношу на все веко. И делаю линию. Получается продолжение линии нижнего эфика. Если вот так вот приложить карандаш, то эта линия будет рисоваться вот здесь. Примерно. Имейте ввиду. Такими похлопывающими движениями. Делаю вот такую стрелку. Потом при открытом глазе я рисую вот здесь такую дугу. аккуратненько, чтобы увеличить глаз немножко зрительно. Провожу ее не до конца. Примерно вот так это все выглядит. Дальше я опять набрала самую темную тень. И пытаюсь, вот здесь видите, такой угол, я его немножко сглажу. И закрашиваю вот этот уголок немножко. Тоже такими точечными. Примерно вот так. Дальше я беру 217 кисть, как обычно. И тушую этот рисунок. Начинаю вот так сначала. Сначала так аккуратненько. Тушую. Если у вас глаз плохо тушуется, уже тени хорошо пропечатались, сможете немножко на растушевочную кисть набрать опять же этого самого темного оттенка, буквально немножко макнуть и им же тушевать. Нанесу я, опять же, хрисую карандаш. Вот этот сиреневый тон. Опять же, на линию, где переход света идет, я накладываю вот этот сиреневый тон буквой С. Вот так вот. Видите? Немножко захожу на вот темный цвет и сверху вот так буквой С. Отваливаются. Я беру этот розовый оттенок. И наношу вот на этот светлый участок для начала века. Самый светлый оттенок белый на уголок глаза. Опять же, розовый, вот этот самый светлый, розовый, из розовых. И наношу немножко вот на начало. Затем я беру сиреневый. Наношу вот сюда, на середину века сиреневый. И на уголок глазом наношу самый темный. Вот этот. Можно было сначала как нарисовать его сюда. Но я люблю. Вот. Чтобы не была сильно темная линия, нужно ее растушевать опять же. Вот так вот примерно. Дальше я беру самый светлый оттенок и наношу под бровь. Дальше я беру черный карандаш. И провожу немножко, не вылазя за край глаза, вдоль роста ресниц. Я рисую линию. Вот так. И немножко вот вниз. Тоже буквально вот так. Дальше я беру кисть карандаш. И растушевываю эту линию слегка. И макаю опять в самый темный цвет. Кисть карандаш. И буду вбивать его в черный карандаш. И в нижний век тоже, чтобы черного не было, чтобы была полосочка такая фиолетовая, темно-фиолетовая. Поэтому я маскирую. Вот примерно вот так. Черный карандаш. И вот здесь именно начало я внутри немножко прорисую. И начало, да, где-то до середины, вот здесь. В округе линию. Вот так. Дальше беру хорошую тушь от L'Oréal, про которую я уже говорила. И крашу ресницы. Класс почти готов. Сейчас я буду наносить румяна и помада. Румяна использую такого холодного розового цвета. И вот так. Я буду наносить румяна и покрывать корректором. И вот так. Я буду наносить румяна и покрывать корректоры. Наношу опять же свой универсальный блеск пупо матовой розовый, который подходит практически под любой макияж. Продолжение следует... Поставка. К tout. Здравствуйте.